Микс-ньюс. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Добрый день, уважаемые радиослушатели, программа «Диагноз недели», Ариэль Резник-Мартов в студии. Да, мы здесь. У нас сегодня с Вадимом Родионовым такая тема, ну, тема в разделе банальных и в то же время глобальных. Тема о счастье. И к этой теме меня подтолкнула одна интересная статья, которую написал человек, занимающийся невронауками об устройстве мозга, о связи различных зон мозга с разными эмоциями, функциями и так далее. И вопрос был следующий. Он справедливо заметил, что поиск счастья, наряду с позитивным мышлением, как ведущему к нему пути, превратился в гигантский бизнес. То есть счастье можно продать? Счастье можно купить, соответственно? Счастье нельзя против купить. Якобы можно продать советы, как его достичь. То есть как стать счастливым? Да. По подсчетам автора статьи, в Соединенных Штатах индустрия счастья и позитивного мышления где-то оценивается в 11 миллиардов долларов в год. То есть серьезный бизнес? Да. В общем, сумма, которая, возможно, кого-то может сделать счастливым. Но счастье, что мы под этим подразумеваем? То есть это некая химическая реакция, когда количество дорфинов в нашей голове превышает? Или что это? Мы не можем назвать химическую реакцию счастьем. Нам хорошо в этот момент, и мы говорим о том, что вот она, эйфория, счастье, ощущение, не знаю. Я специально, как пример, это, если помните, у Стругацких, в день, начнется в субботу, кто-то собирал определение счастья, и так и не пришло к кому-то окончательному мнению. Насколько я почитал разные определения, кто-то считает, что формула счастья это состояние максимального удовлетворения жизнью, с максимумом положительных эмоций и с минимумом отрицательных эмоций. Кто-то с точки зрения религию установит наибольшую осмысленность жизни. У древних греков было определение счастья, вот специальный термин, я его забыл, к сожалению, это человек, который живёт под покровительством богов. Человек, который получает максимальную защищённость от богов, которые во всём ему благоприятствуют. То есть счастье связано с чувством безопасности, получается? Вот это ощущение счастья? Я думаю, что да. Я думаю, что мы, говоря о счастье, всегда должны его разделять хотя бы на счастье в долгосрочной перспективе и счастье краткосрочное. Была книжка Генриха Бёлли «Глазами клоуна». Главный герой сказал, что счастье, которое длится дольше нескольких секунд, для меня пустой звук. То есть оно сразу обесценивается? Нет, это очень острое ощущение, насколько я понимаю. Что-то очень острое, которое тебя настигает, так же быстро уходит. Не обесценивается. Просто почему ты не можешь его так долго испытывать? Но тем не менее, ведь говоря о счастье, говоря о том, что оно, возможно, связано с чувством безопасности, ведь приходится иногда слышать от людей, которые находятся в горячей точке, которые работают, например, с журналистов, которые говорят, вот в этот момент я был живым, я чувствовал себя счастливым. Вот это ощущение связано с адреналином, риском, возможно, вот какими-то такими вещами. Это тоже или это некая иллюзия и подмена по ней? Потому что чувство остроты бытия и счастья не одно и то же. Возможно, человек, который вот-вот грозила гибель, вдруг остался в живых, в этот момент ощущает себя очень живым и очень счастливым. Такая эйфория. Наверное, наверное. Хотя счастье в долговременной перспективе. Кто-то из философов, по-моему, Монтень, говорил, что человек может сказать, что он прожил жизнь счастья только перед смертью. То есть констатируя и подводя итоги. Да, оглядываясь назад, наверное, нужно может это сказать. Но вообще-то понятие счастья был такой в X веке в каком-то из Арабских Эмиратов был знаменитый халиф, которому принадлежали огромные территории, богатства. У него было аж два гарема. И при этом, как в какой-то книге написано, когда он умирал, его спросили, сколько дней он прожил счастливо. Он насчитал за свою жизнь 14 счастливых дней. При богатствах, при покровительстве культуры, при большом количестве красавиц-жен, красавиц по тогдашним понятиям, был счастлив всего две недели за всю свою жизнь. И то не подряд. То есть избыточность – это как раз не то, что нужно. Роскошь, она может убить все это. Мало кто знает, что нужно. Так вот, если говорить о счастье, автор статьи, с которой я начал, с позиции ученого, говорит, что в принципе в нашем мозге можно найти зону отвечающей за что угодно. У нас нет зоны, отвечающей за счастье. И он говорит о том, что это один из символов того, что мы пытаемся достичь чего-то, для чего наш мозг не совсем предназначен. Это по большому счету, как он справедливо утверждает, у нас, у человека, как у любого живого существа, есть две основных цели. Это выживание и размножение. То, что заложено природой, инстинкт. Да. Подо что вовсе, что вся жизнь подстроена. Все остальное – это дополнительные свойства, дополнительные эффекты. И почему он упомянул об этой индустрии счастья. Ну, помните, знаменитая Горьковская, по-моему, «Человек, созданный для счастья, как птица для полёта». Это человеческая то ли мечта, то ли убеждение, что счастье – это наше нормальное состояние, кое мы должны постоянно достигать, а ещё лучше в нём постоянно находиться. Ну, или мечтать, потому что прожить жизнь счастливой. И сейчас вот новая концепция, например, в воспитании о том, что неважно будет ли ребёнок успешным, главное, чтобы он был счастливым. То есть… Да, беда в том, что у всех родителей своё понимание, что такое ребёнок счастлив. Для кого-то их проще. В этом смысле есть критерия оценки. Да. Ну, вот успех и счастье, увы, тоже не одно и то же. Совсем. То есть это может совпадать, но сегодня всегда одно и то же. Для кого-то, чтобы ребёнок хорошо учился, сделал хорошую карьеру, для кого-то, чтобы он был здоров, для кого-то, чтобы он маму, папу любил и так далее, и так далее. У всех себе представлено, что такое детское счастье, и с представлением самого ребёнка о счастье совсем не совпадает. То есть это уже навязанный некий такой комплекс каких-то... Более того, если мы спросим ребёнка, что такое быть счастливым, я думаю, что разные ответы. И для многих это будет иметь много свободного времени, много компьютерных игр, вкусной еды и возможность гулять с друзьями. Ну, Солженицын ведь описывал в какой-то степени счастье, когда у героя одного дня Ивана Денисовича просто там горбушка оказалась. И, соответственно, он показывал, что на примере вот этого кусочка хлеба уже можно сделать человека счастливым, то есть он испытывает практически то же счастье, что будет испытывать. Но это уже дальше, я просто продолжаю мысль. Олигарх, условно говоря, который там приобрёл что-то большое и очень ценное. То есть уровень счастья этого олигарха будет не выше, чем у этого человека, который получил эту краюшку хлеба в каких-то определённых условиях. Наверное. Я думаю, что о счастье заключённых, то есть счастье олигархов мы с вами имеем крайне туманные представления. От чего счастлив олигарх я не знаю. Чего счастлив заключённый, наверное, нам всем проще себя представить в роли заключённых в роли олигарха, скорее всего. Когда находишься в неком ограниченном пространстве и вдруг получаешь какое-то небольшое послабление или какое-то небольшое дополнение к этому. Помните знаменитая песня Юза Орешковского «Окурочек» о том, как идёт колонна заключённых и вдруг видит, что вдалеке от строя лежит окурок, у которого фильтр испачкан женской губной помадой. Это пробуждает во всех эмоции, ассоциации, чувства, очень бурные и так далее. Поэтому мне кажется, очень трудно стандартизировать, что будет для человека счастьем. Это всё-таки можно отнести к счастью вот эти ассоциации, которые возникают у этой группы заключённых, условно говоря, когда они видят этот окурок с губной помадой и они в этот момент могут быть счастливыми? Я думаю, что посреди каких-то унылых серых будней да ещё в суровой мужской кампании и ещё в ограничении лагеря, когда вдруг этот окурок напоминает ему у каждого свои ассоциации и всплеск эмоций и всплеск воспоминаний и всплеск фантазии и, наверное, кто-то из них наверняка счастлив. Это как письмо, которое приходит, например, в тюрьму или в воинскую часть, если мы говорим о войне тоже, которое может сделать человека и счастливым и несчастным. Да, это мы опять о том, что здесь мы приближаемся к мысли героя Бёлли о том, что счастье для ещё дольше нескольких секунд пустой звук. Наверное, это из той серии. Но ведь его очень сложно уловить и человек, наверное, хочет уловить больше, чем несколько секунд и быть счастливым больше, чем несколько секунд быть в этом состоянии. Мы сейчас с вами опять фантазируем. Мы размышляем. Да, во многом фантазируем. Вот пять вопросов о том, есть же разные подходы к счастью. Есть подход религиозный. То есть, счастливый человек, это человек, искренне верящий в Бога, доверяющий, выполняющий все его заповеди и в итоге, наверное, попадающий в некое вечное блаженство. Наверное, это и есть для кого-то счастье. То есть, рая – это мечта о счастье, фактически. Да. Есть восточные концепции счастья о том, что люди слишком привязаны к материальному миру, и, наверное, в этом есть своя логика, что счастье – это достижение некой внутренней гармонии, когда ты независим от этого мира, когда твоя жизнь пронизана смыслом, когда ты избавляешься от страданий, наверное, для кого-то это тоже счастье. А концепция, которая, точнее, формула, которую вывел герой «Доживем до понедельника», счастье – это когда тебя понимают? Я думаю, что счастье, когда тебя понимают, эта фраза работает для людей как вот с тем окорочком, которые этого понимания долго были лишены. Только что у нас был звонок, сорвался 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, задавайте свои вопросы. Ариэль Резник-Мартов, программа «Диагноз недели». Говорим мы сегодня о счастье. Человек был долго лишён ощущения, что вы понимаете, кто, наконец, обретает кого-то, кто вы понимает. Да, это счастье. Человек, который задыхался и вдруг немного свежего воздуха – это счастье. Человек, который тонул и вынырнул – это счастье. То есть, который не видел, вдруг прозрел, соответственно, не слышал. Это что-то, чего нам очень не хватало, и вдруг оно на нас сваливается. Наверное, на какой-то момент делает тебя счастливым. Я вспоминаю свою жизнь, я скорее помню отрывочные вещи, отрывочные воспоминания, во время которых я вдруг ощущал себя очень счастливым. что-то не всегда это не всегда было чем-то особенным или выдающимся. Это когда ты вдруг идешь со своими детьми по улице, что-то напиваешь и вдруг ощущаешься очень счастливым. Допустим. Звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, да, слушаем вас. Да, такой хороший вопрос. Вот для меня сейчас счастье, не знаю, счастье, конечно, мне нравится выражение «нет жизни счастья, есть маленькие радости». Наверное, есть какие-то моменты, когда чувствуешь себя счастливым. Для меня они кроются скорее в таком довольно, кто-то скажет, эгоистичном, для меня в таком каком-то очень жизненном понимании важном, когда я понимаю себя, когда я могу быть собой, когда я понимаю, что происходит, даже если это вещи какие-то традиционно принимаемые как не самые приятные, даже в каких-то печальных или в гневе, или в каком-то даже раздражении, но если я понимаю, что со мной это происходит, и я это принимаю, то для меня это уже счастье, в каком-то смысле, принятие самого себя, потому что другие никогда не поймут меня, мы и себя не очень-то понимаем, но в те моменты, когда понимаем, вот это здорово, а вот из таких вот ощущений, которые вот из счастливых, вот я даже сейчас еду за рулем, солнце светит, с вами разговариваю, вот хорошо, как-то так. Спасибо вам, звонок, звоните нам 672-12-93-9, 672-13-93-9, диагноз недели, Ариэль Редник-Мартов работает в студии, говорим о счастье. Вот видите, еще один пример, Ирину делает счастливой ощущение понимания себя, ощущение ясности того, что происходит в ее жизни, это тоже может делать счастливым человеком. Но мы, когда говорим о счастье, как мы говорили в начале нашей программы, мы, в общем-то, наверное, подразумеваем разные вещи. Это может быть какой-то острый, обостренный момент, это может быть и такое спокойное течение жизни, когда тебе просто хорошо, но без каких-то всплесков эмоциональных. То есть у счастья нет какого-то одного рецепта? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, и определения полно. Есть люди, которые ищут счастье химическим путем. У Олдоса Хаксли был такая роман-антиутопия «Дивный новый мир». Да, «Brave New World». И там жители этого далекого будущего регулярно употребляли напиток сома, содержавший наркотические вещества. И эта сома делала их, во-первых, очень покладистыми, бесконфликтными, и, во-вторых, очень счастливыми. Спокойность, бесконфликтность и счастье. И, правда, герой, попавший в этот мир, таки покончил с собой, потому что ужиться в этом он не мог. И, наверное, ощущение или иллюзию счастья могут принести какие-то психотропные вещества, наркотики. Наверное, человек, который вдруг выныривается из тяжелой депрессии с помощью антидепрессии, почти счастливым. Наверное, человек, страдающий биполярным расстройством, входящий в эту стадию маниакальную, когда он на пике эмоций, когда он чувствует себя приподнят, ему все подвластно, тот счастливый. Это то счастье, очень субъективно, где надо расплачиваться. По-моему, Бернард Шоу сказал, что мы не можем наслаждаться счастьем, которое мы сами не производим, так же, как мы не можем наслаждаться богатством, которое мы сами не производим. То есть, если есть и задействованы внешние факторы, то есть, усилители, то, соответственно, счастливыми мы не будем, это просто иллюзия. Очевидно, нет. Очевидно, нет. Звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, когда-то у меня в молодости я работала на заводе, дома было много народа. Для меня было счастье, когда все в субботу уезжали куда-то отдыхать, а я дома оставалась одна. Вот сейчас я тоже одна, никого уже почти нет у моих родных, но ни на кого не завишу, вроде бы должна жить и радоваться, но вот иногда поговорить не с кем, посоветоваться не с кем, обменяться впечатлениями не с кем. То есть вот счастье, по-моему, полное никогда не бывает. Иногда бывает какое-то буквально ежеминутное. Вот купила я книжку интересную, прочитала, а потом что? И вот вспомните, мультик был, летучий корабль, как там забава пела, какое счастье. Домик, свечка и милый рядом. Вот для нее это было счастье тоже. Спасибо. Спасибо вам. Вот хороший пример. Хороший пример. Видите, для Ларисы счастье было, когда нет дома какой-то толпы людей, она оставалась одна. Есть люди, у которых счастье, когда собирается огромная, дружная, любящая семья, за столом, все вместе. Это тоже как бы ощущение счастья. То есть счастье могут дать совершенно противоположные события. Лариса ведь говорит о том, что когда она осталась одна, то она ощущает именно печаль, именно потому, что она одна и не с кем поговорить. То есть когда у тебя есть вокруг эти люди, они уезжают, но ты знаешь, что они вернутся, вот тогда, может быть, хочется побыть одному для того, чтобы ощутить себя счастливым. Ну, как говорил герой одного романа Артура Перес-Рверта «Баталист», у вас всегда есть обратный билет. Говорил ему военный в Сербии, говорит, вы приехали, репортеры из Америки, и уедете, а у нас его нет. Вот так, когда люди уходят, ничего не остаётся, и ты понимаешь, что только что это одиночество не приводит к счастью. Очевидно, по ходу нашей жизни понятие счастья, мы взрослеем и накапливаем, вот понятие счастья очень меняется. И с этим тоже трудно что-то поделать. Но вообще, вот мне кажется, ощущение несчастья тоже не субъективная вещь. Меня регулярно кто-нибудь приходящий на терапию спрашивает, а вы помогаете людям стать счастливыми? Говорю, нет. Я помогаю людям перестать быть несчастными. А как стать счастливыми, это уже их собственный выбор. Мы поговорим об этом после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Это программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И говорим мы сегодня о счастье. Звоните нам по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Также пишите в WhatsApp 230-6191. Ну вот, кстати, пришло сообщение от нашего радиослушателя Романа. Я его зачитаю. Есть на эту тему очень интересный роман французского писателя Бернара Варбера «Последний секрет». Идея в котором сводится к желанию каждого человека возбуждать в своем мозге частичку внутри него, которое вызывает ощущение счастья. И мы все неподсознательно делаем все только ради того, чтобы этот орган возбуждать и так далее. И в результате экспериментов пробовали воздействовать на этот орган в мозге физически и делали интересные эксперименты на эту тему. Слышали ли вы об этом романе? Написан он очень интересно и захватывающе. Спасибо, Роман. Вот такой комментарий. Фердбера я читал первые несколько романов, потом как-то он мне слегка поднадоел, до этого романа я, к сожалению, не добрался. По поводу островка счастья в мозге, вот насколько нам нужно счастье и чем мы готовы от него жертвовать, есть известный эксперимент, которому много-много лет, когда крысам вживляли в мозг электроды. Когда крыса нажимала на определенную педальку, электрод давал ей ощущение, ну, наверное, несчастья, такого наслаждения. И крыс стоял около педальки и жали на неё. И умирали. Ракане умирали от голода и истощения, потому что они не ходили ни поесть, ни попить, они бесконечно жали на эту педальку, она, очевидно, в погоне за счастьем. Что такое крысиное счастье, мне трудно себе представить, но, очевидно, для крысного наслаждения было тем, ради чего она приносила в жертву всё остальное. Это, похоже, механизм работы у людей зависимых с наркотиками и тому подобными вещами. Смотрите, если мы говорим о счастье, как, в числе прочего, отсутствие отрицательных эмоций, у нас возникает резонный вопрос, а насколько мы остаёмся людьми, если мы избавляемся от отрицательных эмоций? И как избавиться от боли, когда организм уже нет этих сигналов о том, что что-то не в порядке? От боли. Вот на самом деле механизмы, ну, с чем мы боремся, и понятно, с чем люди приходят к психотерапевту. Бороться с тревогой, с депрессией. Тревога и депрессия тоже вполне себе были важные эволюционные механизмы. Если мы вспомним, что такое тревога, из книжек, из фильмов, спит какой-нибудь отряд, к нему подкрадывается враг. Человек говорит, что это тревога. И все вскакивают, потому что тревога – это механизм для выживания. Тревога – что-то предупреждающее тебя о возможной опасности. То есть, человек не расслаблен, он в тонусе. Он всегда ждёт. Да, он готов к защите от чего-то. Говорят, есть мнение такое, что депрессия тоже в своё время, что депрессия, когда человек начинает какие-то решения не принимать. И есть такая теория, что одна из изначальных функций депрессии – избегать рискованных решений. То есть, депрессия притормаживает? Да. Избегать попадания в какие-то ситуации, которые могут быть опасными. Наверное, в этом плане она тоже когда-то работала. Наверное, и депрессия, и тревога нас полностью охватывают, уже теряют свою защиту. Тоже, как, Ваш правильный пример, с болью. Мы не любим испытывать боль, но человек, который теряет вообще способность чувствовать боль, человек несчастный, человек, который страдает, человек, который не в состоянии почувствовать, что с ним какая-то травма случилась, какая-то болезнь, которая болью сигнализирует. он не защищён в этом случае? абсолютно не защищён. И поэтому опять, человек, который бесконечно счастлив и не испытывает отрицательных эмоций, действительно, насколько он человек. Но человек, когда находится в таком состоянии, в состоянии эйфории, в состоянии такого счастья нон-стопом, ему очень сложно выбраться из этого. Если мы говорим о зависимых людях, которые принимают иллюзию за счастье, скорее всего. Игровые автоматы, которые дают им это ощущение, алкоголь, наркотики и так далее и тому подобное. Я не думаю, что людей зависимых то, что с ними происходит, можно назвать счастьем. А то, что происходит, вот оно, кажется, очень краткосрочно. То есть, мы говорим о человеке, страдающем зависимости от наркотиков. Да, наверное, это тоже, мне только могу по слухам рассказывать, я не испытывал эйфории от героин, что-нибудь такого, наверное, это очень острое ощущение. Но это то счастье, которое точно не долговременное. То есть, что надо дорого расплачиваться. То есть, потом человек находится в состоянии перманентного несчастья. Потом он уже хочет быть несчастливым, а именно не быть несчастным, потому что ощущения притупляются и героин ему нужен для того, чтобы не было плохо. Да, как говорили мне героиновые наркоманы, героин поначалу наслаждения, а потом работа. То есть, ты должен доставать себе очередную дозу, чтобы тебя не мучила ломка, чтобы ты не страдал, не терзался этими ужасными болями и ощущениями. Что касается игроков азартных, наверное, игрок, который выигрывает друг какую-то большую сумму денег, он будет счастлив. Наверное, любой из нас, если зайдет случайно в казино или в игральный аппарат и выиграет неожиданно, непредсказуемо какую-то крупную сумму, он будет счастлив. Но в чем разница? Вот если мы с вами, не будучи людьми зависимыми, выигрываем, ставим большое удовольствие, придем домой, принесем эти деньги как-то, на что-то хорошее потратим и как-то порадуемся. И потом мы не будем думать, что наше счастье теперь вот там. Надо идти туда, бросать монетки, нажимать кнопочки и ты будешь счастлив. То для человека играющего эта минута счастья быстро проходит. Потому что как только эти деньги получены, их нужно положить. Они даже не получены, они, может, как-то еще даже в виртуальном виде у тебя есть, но ты будешь играть с ними дальше. Потому что если это вот как так допросят меня люди крыс, нажимающие на педальку, это ощущение надо испытывать снова, снова и снова. при этом человек испытывает страдания, ведь он же не испытывает перманентно, играя, как я понимаю, ощущение счастья, он испытывает некую, в том числе и боль, попытку повторить вот этот момент, когда он выиграл эту сумму, не всегда это получается, и вот это все тянется, тянется, и заканчивается обычный полный проигрыш. Это не совсем так. Страдание человек испытывает, когда он все проиграв, выходит. Там его обрушивается чувство вины, та самая депрессия, страх, как теперь жить, вот это страдание. Человек в процессе игры, зависимый человек, это и есть уход от проблемы эмоций. То есть, он в этот момент не чувствует тяжести. он настолько погружен во все, от него есть впереди перспективы, еще и деньги, значит, есть шанс, и так далее, и так далее. Поэтому, зависимые люди плохой пример счастья, потому что все они всегда несчастны. Ну вот вы сказали в завершении первой части нашей программы о том, что психотерапевт не делает людей счастливыми, он старается сделать... Помочь им перестать быть несчастными. Это же у Толстого есть строчка о том, что все счастливые семьи счастливы одинаковые, все несчастные по-своему. То есть, история как раз... Анна Кареница с этого начинается, по-моему. Первая строка. Это на самом деле и несчастье у всех примерно похоже. То есть, несчастливый человек... Это, наверное, поводов для несчастья очень много. Бедность, голод, болезни, смерть твоей, близких, или еще что-то, это очень много. Неудачи. Но опять, мне кажется, нас делает людьми то, что мы эти вещи способны переживать, что мы способны получать удовольствие не только от бесконечных позитивных эмоций или от достижения целей, но и от самого процесса жизни, самого процесса решения неких задач, от самого процесса отношений с окружающим миром, включая окружающих людей. Наверное, слово «любовь» к счастью имеет непосредственное отношение. Но любовь, как и счастье, тоже очень сложно определить. Да. Да. Мы всегда упираемся в то, что у каждого есть свой индивидуальный словарик, которым он пользуется. Мы всегда упираемся в то, что... Ну, кстати, то, что мы сегодня сказали, что у человека есть одна из двух важных вещей. Две важных – это инстинкт размножения, инстинкта выживания. Наверное, выживание – это то, что тоже, как мы делаем, это успешно и удачно, которое мне дает удовольствие, удовлетворение, может, ощущение счастья. К инстинкту размножения, конечно, относится и любовь, и все с этим связанное. То есть, наша либидо принимает самые разнообразные формы, от просто желания секса и желания оставить потомство и до возвышенных чувств, очень острых, эмоциональных переживаний, наслаждения и так далее. Но ведь любовь, она больше, чем физическое влечение. И тут как раз, если мы говорим, мы недавно говорили с антропологом Станиславом Дробышевским, он как раз тоже говорил о том, что это побочная история, потому что эволюция, это по большому счету, было не нужно. Но тем не менее, наше сознание, которое изначально было дано человеку для того, чтобы охотиться и выживать, по сути. А дальше пошли уже философские мысли и так далее и тому подобное. Это, в общем-то, в природе не очень было. Мы говорим о эфемерности понятия «любовь». Мы, конечно, упрёмся в эфемерность понятия «душа», эфемерность понятия «дух». Но мы же понимаем, что даже вот, если посмотреть с научной точки зрения, мы понимаем, что любовь и привязанность, и уважение, это больше, чем просто инстинкт размножения, который изначально заложен в нас для того, чтобы там сошлись сошлись пары вида, скажем-то. Я думаю, попытаться человека представить как некую сумму физиологических реакций. Совокупность обстоятельств. Гормональных и прочих, и прочих, и прочих. Там, да, очень сложная система, множество гормонов, множество нейронных связей и тому подобных вещей. Такой микрофессор, но мы чего-то не доскажем. Мне кажется, каждый раз получается человек и просто такой грубой физиологии суммировать. Мы с ним что-то потеряем важное. На ваш взгляд, всё-таки вот животное, собака, кошка, они ведь, они могут быть счастливыми? То есть мы можем говорить об этом как о счастье, как именно об эффекте сознания, которое у нас есть? Вадим, о собаках и кошках, так же, как о олигархах, я могу только фантазировать. Но, тем не менее, мне просто интересно, мы воспринимаем счастье как что-то сознательное, всё-таки. То, что даёт нам разум, вот это ощущение. Я знаю, наверное, когда мы видим, как собака кидается в то встрече своего хозяина и бешено ему радуется, и когда он её гладит и обнимает и так далее, очень хочется сказать, что она счастлива. Может, конечно, занять сугубо антропоцентрическую позицию, сказать, что животное не способное на счастье, но кто мы такие, чтобы решать за животных, на что они способны? В человеческой природе всё-таки, как врач-психиатр, вы как считаете, это сознательная или бессознательная история? Счастье и ощущение счастья. В человеческой природе практически всё берёт начало в бессознательном качестве. Мы многое не осознаем. Бессознательность — это тот самый базис, а осознанная часть только верхушка всего этого. И то, что нас делает счастливы или несчастны, или то, что нам некие стереотипы, некоторые сценарные вещи, которые мешают нам быть счастливыми, которые нас заставляют постоянно воссоздавать ситуации, которые оказываются несчастными. В этом и является важная часть работы психотерапевта помогать человеку то, что бессознательно делать осознанным. Причины, которые влияют на человеческое поведение, на человеческую жизнь, из бессознательных привить в осознанность. И это и есть терапия. Терапия, к счастью. Может, увы, было бы хорошо, что можно человека исправить набором добрых советов. Но так почему-то не работает. Так говорят, дорогие психологи. Не будем их понимать. Их все. Надеюсь, они счастливы от своей методики. Но, тем не менее, да, примем звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Владимир, меня зовут. Здравствуйте. Вот к ведущему, да, вот Чехов, по-моему, сказал, детская радость, животная радость. То есть вот вроде бы фраза, которая меня испугала, когда я ее услышал, это собаки-кошки. Детская радость, животная радость. Сказал умнейший человек. А вот к вам, господин Резник-Бартов, у меня такой вопрос. Если меня ведущий не отключит, я просто промежуточный вопрос. Вот как вы думаете, может быть счастлив человек, которому сообщили, что он болен раком, что он заболел онкологией? Да, все? Или еще вопрос вы зададите? Нет, 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 если меня не отключите, это промежуточный, я сказал. Я, честно говоря, ничего не могу исключить. Ну, допустим, человек, который, кто болен раком, кто-то близкий. Человек просто молит, чтобы рак отдали ему, а близкий его и здоровил. Ну, я ожидал, что вы так ответите опять широко, что ничего нельзя исключать. Ну, а как вы не ожидаете? Я специалист, пощаюсь, дайте вам конкретные ответы. Хорошо, чтобы долго не держать. Меня там не очень в эфире любят. Я по-быстрому... Владимир, задавайте ваши вопросы, не занимайте много времени, пожалуйста. Задавайте. Задаю вопрос самый главный, господин ведущий. Вы как-то определили бы регламент, Владимир, пожалуйста, задавайте вопрос. Задаю вопрос. Значит, расскажу про этот глупый вопрос, сможет ли человек радость испытывать счастье по поводу рака, если это правда. В афонском монастыре был монах, который все время мечтал о самоубийстве, говорил это своим ближайшим. А вы знаете, это величайший грек у православных самоубийств. И когда ему сообщили, что он болен раком, он был счастлив. То есть диапазон счастья, это же не соизмеримо. А вот к вам у меня, господин Резник, да, к вам у меня вопрос. Вот вы, бываете счастлив? Если да, то в каких случаях? Всего хорошего. А я сегодня уже сказал об этом. Я бываю счастлив по самым разным поводам. Я бываю счастлив совершенно незначительных моментов, когда я проживу время с моей семьей, с моими детьми. Я бываю счастлив, когда ты просто идешь где-то, гуляешь в каком-то месте, и тебя охватывает вдруг ощущение счастья и блаженства. И еще много более личных вещей, о которых я предпочту не распространяться. Но да, я бываю счастлив. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, задавайте свои вопросы. Врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов программа «Диагноз недели». Пишите также в WhatsApp 230-6191. Ну вот наш радиослушатель привел пример, что человек, которому сообщают плохую новость, тоже может воспринимать ее по-разному. Хотя, мне кажется, пример весьма специфический, учитывая, что он хотел покончить жизнь самоубийством, значит, что у него были какие-то определенные проблемы, возможно, серьезная депрессия, вряд ли этого человека можно было бы назвать счастливым. Ну, мы неоднократно говорили о том, что люди, есть люди, у которых бессознательно доминирует тоннатос, инстинкт смерти, инстинкт разрушения. Я могу предположить себе в этом монахе, допустим, что человек, который был угнетаем огромным чувством вины за что-то и ждал себе смерти, как избавление. Наверное, человек, который страдает очень мучительной болезнью, испытывает тяжелейшее мучение, тоже может быть счастлив при мысли о смерти. Мы опять здесь можем много чего фантазировать. Если говорить вообще о восприятии счастья, это зависит от социального статуса, зависит от религиозного, то есть, как человек себя чувствует и ощущает ли он себя счастливым. То есть, вот эта внешняя среда, в которой живет человек, она влияет на него, потому что мы слышим, и вот есть исследования, замеряют индекс счастья, например, в странах с низким уровнем жизни чаще людей счастливее по опросам это все субъективно, но тем не менее, чем, например, в тех же богатых и благополучных государствах. Мы с вами говорили, что в скандинавских странах с их высоким уровнем жизни и социальной защищенности подозрительно высокий уровень самоубийств, допустим. Да, где-то были опросы, что на каких-то тропических островах живущие там люди говорят, что они очень счастливы. Возможно, это правда. Звонок? Да, Прим. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, Роман, меня зовут. Да, слушаю. Извините, я немножко отступлю от темы по поводу вины людей христианского вероисповедания. Там изначально вроде бы как заложено грех, вина перед, не скажу больше, перед кем, и в этом плане не воздержался ни подчеркнуть это, что христианская религия в данном случае является одним из источников большой депрессии возможно людей, которые никак не находят инструмента и они очень считают его полноценным, искупляя ту вину, которая им предначертано во время рождения, поскольку это произошло всего греха. Это так. Немножко, может быть, может быть, не потерянно земляча. Спасибо вам. Я думаю, что первородный грех существует во всех трех религиях евроамических и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе. Я думаю, что понятие первородного греха и вины еще не делает всех приверженцев к религии несчастными по определению. То есть, это первородный грех, насколько мы концепция, которая дает некоторое объяснение, почему человечество живет во всяких муках. А дальше работать с своей личной виной, с своим личным отношением с Богом, это дело каждого человека в отдельности. Почему нас остановили? Вопрос еще пришел от Влада в WhatsApp. Он пишет, «Счастье, к сожалению, кратковременно возможно ли продлить это состояние? Наверное, человек счастье как очень острое состояние продлить сложно. Наверное, когда у человека складывается жизнь так, как ему хотелось бы или несет приятные сюрпризы, возможно, чтобы это состояние чаще приходило. И, как мы уже говорили, человек может сказать перед смертью, что, да, я прожил жизнь свою счастлива или не может этого сказать. Или, как говорил герой повести Островского, чтобы не было мучительно, больно, за зря прожитые годы? Хотя, мне кажется, вот как раз это сложно интерпретировать как счастливую жизнь, это некое служение, некое идеальное. для этого ощущение осмысленности. Мне кажется, что мы не можем жить в погоне за счастьем. Вот это вот ощущение, я буду искать, что меня сделает счастливым, если это происходит, мне кажется, счастье это побочный эффект. Если мы находим себе работу, которая нам очень нравится, в которой мы видим смысл, мы окружены людьми, которых мы любим, кто любит нас, но интересно и хорошо. Если мы находим в жизни все новые и новые смыслы, заботимся о ближних своих, помогаем кому-то. Я думаю, что тоже счастье как некий побочный эффект. Но вот погоня за счастьем, тренинги и книжки, как стать счастливым, я не верю в это. То есть, по сути, это эксплуатация некой эмоции, правильно? Попытка ее выдавить, нажать на нее посильнее, задействовать какие-то части мозга и так далее? Как писал где-то Пелевин, основной результат тренинга по НЛП это доход ведущего тренинга по НЛП. То есть, он становится счастливее? Я думаю, большое количество людей, которые хотят нам продать идею как стать счастливым, основной эффект это доход людей, которые подают нам идею как стать счастливым. Но если человек чувствует себя несчастным, то есть, это повод обратиться за помощью? Я думаю, что повод в первую очередь задуматься. Задуматься о себе и это неминутное размышление. Задумываться и спрашивать, почему же я несчастен? Это надо вообще осознать, что я несчастен. Человек может сказать, что я несчастен, то дальше он может пытаться понять, почему. То есть, если человек в плохом, мрачном настроении, есть определенные симптомы депрессии, которые можно найти и узнать, как они проявляются, больше двух недель. Я думаю, я несчастен, очень глобальное состояние. То есть, это не депрессия? Человек может сказать, но человек живет в депрессии достаточно длительным, да, конечно, он несчастен, потому что он не способен радоваться этой жизни. И тогда, наверное, излечив депрессию, опять же, можно перестать быть несчастным, но не стать счастливым. В общем, счастье – это тоже то, что требует работы, но это не должно быть самоцелью. Правильно я понимаю? Да. Я думаю, что все начнется с вопроса к себе, даже несчастлив ли я, а несчастен ли я. И когда вы избавились, несчастья, как стать счастливым, это придет так или иначе, ненадолго, возможно, но я думаю, будет приходить. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Диагноз недели. В студии работали врач-психиатр Арель Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Арелю мы говорим до свидания, до следующей недели. Я с вами не обращаюсь. Встретимся после 18 часов в вечернем интерактиве. До свидания.